Видишь? Настоящая классика не выходит из моды. Молодец. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не коротком. С вами Кин, и вы никогда не думали о том, что история игрушек это плагиат Чаки? Ладно, я просто не знал, какую подводку сделать. Хотя, если подумать, то история игрушек вышла в 95-м году. Детские игры в 88-м. И там, и там есть мальчик Энди, который играет с игрушками. Живыми игрушками. Ну, конечно, в истории игрушек-игрушек больше и без всяких там смертоубийств. Но да ладно, оставим это на долю теоретиков. А сегодня мы поговорим о сериале Чаки. Но не сразу, так как перед тем, как я его начал смотреть, я узнал, что он не является ремейком истории. И даже не является продолжением фильма 19-го года. А является он продолжением оригинальной франшизы, стартовавшей еще в 1988-м году. И как бы я ее не любил... А на минуточку Чаки номер один в моем личном топе любимых маньяков. Только не говорите, что у меня одного есть топ любимых маньяков. В общем, как бы я его не любил, но я нихера не помнил, что было в фильмах. А поэтому я пошел их пересматривать. Один за одним. И сейчас, прям вот очень вкратце, я попробую вам их пересказать. Чтобы вы вспомнили, ну или знали события, предшествующие сериалу. Скажу сразу, я еще не занимался пересказами. А поэтому может выйти не очень. Где-то я урезал мотивацию, где-то химию, где-то диалоги, оставив только основные события. Ну а если вы все прекрасно помните, или вам интересен только сериал, то ставьте сейчас на палзу и переходите вот на вот это время. Ах да, вы же не забыли какой сегодня день? Я очень надеюсь, что я успел это видео выпустить на Хэллоуин. Ну а если не успел, то давайте представим, что успел. И раз сегодня праздник, то я, конечно же, устрою конкурс с подарком. А дарить я сегодня буду? Вы же не думали, что я скажу, что я буду дарить? Или думали? Чаки, ты прикинь, они, наверное, думали, что я скажу им, что будет в качестве подарка. Только победитель узнает, какой приз его ждет. Может быть, какая-нибудь прикольная футболка. А может быть, носок. Но сегодняшний розыгрыш подарка я решил сделать немного поинтересней. На протяжении всего видео я спрятал вот таких вот чаки. Ваша задача посчитать и написать в комментарии, сколько их. Кстати, этот чаки тоже считается. Если же кто-то один напишет правильное число, то ему и достанется приз. Если несколько, то устроим рандом. Ну и, конечно же, лайк, подписка. Без этого никуда. Ну а сейчас приступим к первому фильму. Детские игры. 1988 год. Серийного маньяка-душителя Чарльза Лирея, брошенного напарником, убивают в магазине игрушек. Но вместо того, чтобы его душа упокоилась, она при помощи магии Вуду переносится в дико популярную на тот момент куклу Гудгая. Или же хорошего парня, о котором мечтает чуть ли не каждый ребенок. Но вот Карен Баркли, мама шестилетнего Энди Баркли, не может ее себе позволить. И только благодаря чистой случайности, все же покупает ее у какого-то бродяги. Далее, в первую же ночь после подарка, Карен остается на ночь на работе. В то время, как Энди с ее подругой и Чаки остаются у подруги дома. И в эту же ночь Чаки выпиливает подругу мамы. Все, само собой, списывают это на несчастный случай. Дальше, при помощи Энди, Чаки добирается до бывшего напарника и подрывает его. А Карен замечает, что батарейки не были вставлены в куклу. А значит, кукла двигалась и говорила сама по себе. Чаки понимает, что его раскрыли и сначала нападает на Карен, но потом убегает. Карен рассказывает детективу Майку, ведущему дела в убийствах, что игрушка Чаки живая. Но, само собой, он ей не верит, пока Чаки не нападает и на него. Но Майку все же удается выжить, практически пристрелив Чаки. После чего Чаки добирается до своего учителя Вуду. И выпытывает информацию о том, что если Чаки пробудет в теле куклы достаточно долго, то он полностью, конечно, внутри, но станет человеком. Но он может переместить свою душу в того, кому он первому раскрыл секрет того, кто он есть на самом деле. И этим первым оказывается наш Энди. Чаки выпиливает колдуна. Но тот перед смертью успевает рассказать Карен и Майку, что Чаки можно убить выстрелом в сердце. Сердце. Его сердце почти как живое. Энди тем временем сидит в лечебнице, но Чаки и там добирается до него. По ходу дела убивая главврача. Энди сбегает домой. Чаки вслед за ним. И после небольшой перепалки Чаки практически удается произнести заклинание переноса. Но его прерывают Майк и Карен. Начинается заварушка, после которой Чаки сначала сжигают, но это его не останавливает. А потом еще и отстреливают голову. Но и это не останавливает игрушку, пока ему не стреляют в сердце. Конец первого фильма. Детская игра 2. Проходит 2 года. По репутации фирмы Good Guy из-за истории с их куклой и Энди нанесен удар. И дабы очистить свое имя, они восстанавливают Чаки, чтобы доказать, что он обычная кукла. И в процессе реконструкции Чаки оживает, между делом убив мастера. Мама Энди помещена в психлечебницу из-за того, что она рассказала про Чаки в суде. А сам Энди живет в детской клинике. До тех пор, пока его не усыновляет семья Симпсон, которая до этого уже имела опыт в принятии к себе детей. Вы раньше с успехом воспитывали детей, и мы уверены, что вы сможете быть опекунами Энди, пока его мать не поправится. В тесноте это не в обиде. Одной из них является Кайл, с которой знакомится Энди по прибытию в новый дом. Энди, это Кайл. Она живет у нас. Также по прибытию Энди обнаруживает в комнате куклу, но она оказывается просто игрушкой. Энди, послушай меня. Это просто кукла. А тем временем, Чаки, узнав, где живет Энди и придушив офисника, уже спешит навстречу. И, прибыв на место, первым делом закапывает игрушку во дворе. И поначалу сам притворяется игрушкой. После чего нападает на Энди, снова с целью перемещения души. Но из-за Кайл ритуал прерывается. Ну а на крики Энди о том, что Чаки вернулся, никто не обращает внимания. Все же выбрасывает Чаки в подвал. На следующий день Энди идет в школу, где его настигает Чаки и убивает его училку. Энди сбегает, возвращается домой и под покровом ночи спускается в подвал, чтобы найти и убить Чаки. Отец семейства, услышав шум, также спускается в подвал, где его убивает Чаки. После Кайл, катаясь на качелях, обнаруживает закопанную куклу и понимает, что Энди не врал. Ну а Чаки уже убил мать семейства. Чаки нападает на Кайл. И после небольшой стычки берет ее в заложницы с целью добраться до Энди, которого поместили обратно в клинику. И после небольшой погони действие переносится обратно в игрушечный цех, где Чаки снова хочет переместить душу в Энди. Но не успевает и срастается с куклой. Я слишком долго был в этом деле. Теперь я из него хрен выберусь. Энди и Кайл сталкиваются с Чаки. И в ходе перепалки Чаки сначала лишается руки, потом его обливают кислотой и по итогу взрывают ему голову. Конец второго фильма. Куда мы идем? Домой. Детские игры 3 Прошло 8 лет. Закрытый завод, где погиб Чаки, решают восстановить. И в процессе труп Чаки попадает в чан с заготовками под новые игрушки. Став новой игрушкой, Чаки первым делом оказывается у директора предприятия. И само собой убивает его. А тем временем повзрослевший Энди попадает в военное училище. Где отношения со служивцами у него складываются не лучшим образом. Но пару друзей он все-таки заводит. Тайлера и де Силву. Обучение идет своим ходом. И в день почты Тайлер приходит проверить, нет ли для него письма от отца. Письма нет, но его просят передать посылку для Энди. По ссылку он не доносит и вскрывает ее сам, обнаружив там Чаки. Который понимает, что раз у него новое тело, то и правило раскрытия личности обнулено. И он выбирает своим новым сосудом Тайлера. Но Чаки забирают у мальца и относят на мусорку. Где он надолго не задерживается, так как убивает мусорщика. После чего прячется в комнате Энди, чтобы убить его в качестве мести. Попытка проваливается и Чаки забирает командир Энди. Но он сбегает к Тайлеру, хотя сделать ничего не успевает. Так как их находят де Силва с подругой. После чего их спугивает старший офицер. И они убегают, оставив Чаки в его кабинете. Офицера выпиливают. Точнее, он сам выпиливается, словив сердечный приступ. Черт подери, издеваешься? Я так не играю! В следующем Чаки вскрывает парикмахера. А училище в память о почившем офицере устраивает военные игры. С красками вместо пуль. Пока Чаки не меняет краску на пуле. Это немного отвлечет этих придурков. Начинаются игры, во время которых Тайлер понимает, что Чаки злой. А Чаки для поимки Тайлера берет в заложники де Силву. Начинается перестрелка между командами с реальными патронами. А действие переносится в близлежащий парк аттракционов. Где Чаки хватает Тайлера. Ранит де Силву и начинает ритуал. Но ему мешает Энди. И в ходе заварушки Чаки попадает в лопасти вытяжки. Где его рубят на куски. Силва, Тайлер и Энди живы. Конец фильма. С тобой все будет в порядке. Не волнуйся. Мне не привыкать. На этом трилогия детских игр заканчивается. И начинается диалогия, которую я назвал Семья Чаки. Да, хоть эти фильмы и входят в одну франшизу. Но все же они отличаются и по тону, и по подаче, и даже по цветокору. А центр внимания в них смещен с Энди на семейство Чаки. Невеста Чаки. Прошло семь лет. Бывшая подружка Чаки, Тиффани Вэлентайн, в исполнении актрисы Дженнифер Тилли, запомните это имя. Оно нам еще пригодится. При помощи полисмена ворует из участка куски порубленного Чаки. Что ж, привет, Дали. Сшивает их и при помощи вуду магии оживляет. Чаки пробуждается и первым делом убивает нового ухажера Тиф. Но происходит небольшое недопонимание. Тиф оживлял очаги, думая, что он хочет сделать ей предложение. Но он не особо когда-либо горел желанием это делать. Ты не собирался предлагать мне руку? Ты что, спятила? Между парочкой происходит ссора, по итогу которой Чаки убивает Тиф и переносит ее душу в куклу. И теперь, чтобы вернуться в человеческие тела, им нужен амулет Сердце Дамбалы, захороненный вместе с телом Чаки. Сердце Дамбалы. Что это? Амулет. Он нужен, чтобы вернуть наши души в человеческие тела. Хотя раньше он был не нужен. Нужно было только все сделать вовремя. Так, нет, нет. Сегодня никаких разборов. Только пересказ. Хотя, если хотите трэш-обзор или разбор, то давайте соберем хотя бы 345 лайков. И я начну прям с первого фильма. Ну а сейчас продолжим. Чтобы добраться в Хакенсак, город, в котором захоронен Чарльз, Тифани нанимает своего соседа Джесси для перевозки игрушек. А тот берет за компанию свою девушку, за которой пристально наблюдает ее опекун, который хочет подкинуть Джесси травы, чтобы повязать его. Но Чаки убивает его. Джесси и Джейд хватают вещи и отправляются в путь, где по дороге их тормозит напарник опекуна, чтобы найти траву. Чаки убивает и его взорвав машину. Но все подозрения падают на ребят. Да и ребята думают, что один из них убийца. Путешествие продолжается. По дороге ребята заезжают в мотель, где женятся. Чаки также делает предложение Тиф, по ходу дела избавляясь от каких-то женатиков. Тифани? Ты будешь моей невестой? О, Чаки, да! Там же Чаки и Тиф проводят с Саити. У тебя резинка есть? Резинка? Да. Тиф! Тиф! Что? Посмотри на меня! Я весь резиновый! На утро трупы обнаруживают, и ребята убегают. К ним же присоединяется их друг, которого вскоре сбивает машина, а ребята узнают правду о куклах. Заводи дрондулет! Живо! Путь продолжается, и между куклами происходит перепалка. Тифани? Тарелки сами не вымоются. Ты и так старалась, готовила. Пусть он хотя бы посуду помоет. Благодаря которой ребятам удается сбежать. Но ненадолго, и Джейд оказывается в плену Чаки. Могилу раскапывают, и он получает свой амулет. После чего происходит обмен Джейд на Тиф, и Чаки ранит ножом Джесси. После чего ребят связывают, и Чаки начинают свой ритуал. Но Тиф ранит его, но не убивает. За что? Начинается бойня, в ходе которой Чаки убивает Тиф, а Джесси избивает Чаки в его же гроб. На место приезжает детектив, который также узнает правду о Чаки. И пристреливает его, а ребят отпускает. Но в самом конце на него нападает ребенок, выпрыгнувший Аки Чужой из Тиф. Конец фильма. И мы переходим к самой, как по мне, слабой части. Кто-то считает, что самая слабая часть была третья провоенное училище. Но все же я считаю, что самая слабая вот эта часть. Самая слабая что в плане визуала, что в плане сюжета. Самая слабая, но при этом самая рекурсивно-отсылочная. Потомство Чаки. Потомство Чаки. Прошло три года. Ребенок Чаки и Тиф изображает в цирке куклу-черебовещателя. И в отличие от родителей, жестокость ему чужда. А самих Чаки и Тиф используют как куклы на съемках фильма про них самих. Где одну из ролей играет Дженнифер Тилли. Знаю-знаю, сегодня без разборов. Но все же поймите этот шикарный абсурд. Дженнифер Тилли в прошлом фильме играла Тиффани. После чего стала голосом ее куклы. И сейчас она играет саму себя. При том, что она все еще озвучивает куклу, которая позже оживет. И которая хочет ее убить, чтобы стать ей же. И теперь, когда вы в курсе всего этого, чего стоит только этот момент? Дженнифер Тилли играет меня в кино. Она само совершенство в этой роли. А что за голос? Но я забежал немного вперед. Вернемся к сюжету. Ребенок Чаки и Тифф сбегает из цирка и добирается до Голливуда. Где Дженнифер тем временем хочет переспать с режиссером Редменом. Для получения хорошей роли. У меня появилось много разных идей по поводу этого персонажа. И мне хотелось бы обсудить их в выединенной обстановке. Дитя кукол добирается до родителей. Оживляет их и первым делом Чаки и Тифф убивают механика. Но их ребенок все так же не признает насилие. Они оба помешались. И всплывает тот факт, что он или она пока что бесполый. На фоне чего у родителей происходит спор о желаемом поле. Хорошенькая маленькая девочка. Ты что ослепла? Это мой сын! И ребенок получает имя или Гленн, или Гленда. А в это время Дженнифер пробирается на площадку, где обнаруживает труп. И подозрение в убийстве падает на нее. После чего она сбегает домой. Куклы вместе с ней. Боже Всевышний, она законченная шлюха. Также мы узнаем, что водитель неровно к ней дышит. Наступает вечер. К Джен приезжает Редмен. А Чак и Тифф решают завязать с убийствами ради ребенка. С этим пора завязывать. Мы должны выбрать новое хобби. Но у них это не очень-то получается. И первым под раздачу попадает репортер, следящий за Джен. А саму Джен и Редмена вырубают куклы. И пока не в отключке, Дженнифер накачивают семенем Чаки. И проводят вуду ритуал оплодотворения. На следующую ночь Тиффани выпиливает Редмена. Прощай. А уже на утро, то есть спустя сутки после ритуала, у Джен вырастает живот. Также Джен узнает правду о Чаке и Тифф. И ее связывают для перемещения в нее души Тифф. Но о Чаке как свой сосуд выбирает водителя Джен. Где-то между делом убивают помощницу Джен. А убивает ее чутко поехавший Глен Гленда. Далее просто ГГ. Дженнифер тем временем рожает двойню. Мальчика и девочку. Из-за того, что Чаке не особо-то хочет в будущем быть водителем Тифф, между куклами происходит перепалка. А я не хочу быть твоим шофером. Как кукла я чертовски знаменит. В ходе которой убивают шофера. А Тиффани ранит Чаке и вместе с ГГ скрывается. В дом врывается полиция и обнаруживает связанную Джен с детьми. После чего ее отправляют в больницу. Где она вновь сталкивается с Тиффани и ГГ. Тифф проводит ритуал перемещения и на нее нападает Чаке. Но ритуал она успевает провести. И перемещается в тело Дженнифер. А ГГ после драки разрубает Чаки. Проходит 5 лет и мы узнаем, что так же Тифф перенесла, разделив душу ГГ на двоих детей. Доброго Глена и злую Гленду. На день рождения им приходит рука Чаки, которая нападает на Глена. Конец фильма. На этом диалогия «Семья Чаки» заканчивается. И начинается финальная диалогия, которую я назвал «Ника Пирс». Также после пятой части Чаки светится в нескольких комиксах, которые, как я понял, не подвязаны к сюжету фильмов. Поэтому едем дальше. И на очереди у нас, не буду скрывать, моя любимая часть. Проклятие Чаки. В ней, как по мне, шикарно все. И визуал, который стал заметно лучше. И сюжет с подачей мрачнее, чем в предыдущих частях. И снова же есть заигрывание с рекурсией на реальный мир. Чтобы объяснить, о чем я, забегу немного вперед сюжета. Дело в том, что в фильме на этот раз главный персонаж – Ника Пирс. Роль, которую исполнила Фиона Дурев. Дочь Брэда Дурева. То есть Чарльза Лирея. То есть Чаки. И по сюжету мы узнаем, что Чарльз еще при жизни хотел стать ее отцом. Ну, не по особо доброй воле матери. Но ладно, не будем снова же забегать вперед и приступим к фильму. Проклятие Чаки. Прошло 4 года. Молодой девушке, прикованной к коляске, Ники Пирс, присылают странную посылку. Непонятно от кого. В этой посылке девушка и ее мама обнаруживают куклу Чаки. Маме такой подарок не особо-то нравится, и она ее выбрасывает. В этот же вечер Чаки сталкивает женщину с лестницы, и она умирает. На похороны переезжает старшая сестра Ники Барб, ее муж Айн, их дочь Элис, святой отец Фрэнк и няня Джилл. Чуть позднее в туалете Элис обнаруживает Чаки и забирает его себе. Он меня до смерти напугал. После чего она и Ника, само собой вместе с Чаки, готовят обед. И в одну из тарелок Чаки подсыпает кресиный яд. Эта тарелка достается отцу Фрэнку, из-за чего во время застолья ему становится плохо. Он уезжает и попадает в аварию с летальным исходом. Господи бог мой. После чего все смотрят семейные хроники, на которых появляется Чарльз. Как какой-то сосед из Чикаго. Во время просмотра Чаки незаметно убегает. И пока все его ищут, мы узнаем, что Барб зажимается с няней в тайне от мужа. После чего Чаки возвращается и все ложатся спать. Ну как, почти. Элис болтает с Чаки, после чего он убегает и жарит няню. А Ника тем временем поднимает историю куклы. Далее, во время семейной перепалки, Барб с мужем, он говорит, что установил в Чаке камеру, дабы следить за женой и доказать факт измены. С какой камеры? Спрятанной в кукле. Но ведь Чаки мог снять с себя камеру, чтобы его не раскрыли. Так, не дабыбываться, не дабыбываться. Барб утягивает Чаки на чердак и обнаруживает его замазанные швы. Но Чаки перестает притворяться. К дому тем временем для прояснения ситуации с отцом Фрэнком едет полиция, а Чаки убивает Барб. Ника пытается донести Айну, что этот Чаки всех убил. И тот поначалу ошарашенный слушает ее, но потом уже думает, что это она всех убила. Что ты делаешь? Что ты сделала с моей дочерью? И решает проверить записи с Чаки. Тут-то до него и доходит, что Ника не врала. Но уже поздно. Чаки убивает и его. А-а-а! Напоследок он хочет убить Нику, но та отбивается. После чего он сбрасывает ее с лестницы. И заходит разговор о том, что когда-то давно он был влюблен в беременную Ника и ее маму. И после кончины ее мужа решил насильно, скажем так, окружить ее любовью. А когда та попыталась сбежать, он ударил ее ножом. Вследствие чего Ника и не может ходить. Ты сделал это со мной. Нике все же удается спрятаться от Чаки. Но он до нее добирается. И как раз в этот момент к дому подъезжает полиция. Чаки прикидывается куклой, тем самым оставив Нику в живых. Но так как все улики указывают на нее, ее признают виновной и помещают в психбольницу. Можно было бы, конечно, сказать, что в доме остался ноут с записями убийств. Но спишем это на то, что Чаки от него избавился. Полицейский, повязавший Нику, выкрадывает Чаки с целью продать Тиффани. Которая как раз таки стояла за отправкой посылки. Конечно же, она убивает копа. Ну, кто следующий? Видимо, после потомства Чаки они с Тиффани как-то между делом помирились. Тиффани отправляет Чаки к бабушке, с которой сейчас живет выжившая Элис. Тот минусует бабулю и проводит какой-то ритуал над девчонкой. Начинаются титры, после которых посылка с Чаки приходит повзрослевшему Энди, который был готов к этой встрече. И я не случайно сказал, что он провел какой-то ритуал. По идее он говорит Но при этом ритуале душа Чаки должна переместиться в тело человека. При этом душа человека и кукла умирают. Но, как мы узнаем из последнего фильма, немного забежим в финал. Элис вроде как переместилась в куклу Тиффани. И не я один не понял этот момент. Я быстренько пробежался по форумам, правда по старым. И никто не может внятно объяснить произошедшее. Хотя на этот счет у меня есть одна теория, о которой мы поговорим чуть позже. А сейчас приступим к финальному и самому запутанному в плане магии фильму культ Чаки. Проходит 4 года. Все это время Энди держит у себя и мучает голову оригинального Чаки. А Ника поначалу лежит в психбольнице строгого режима. Но якобы поверив в то, что Чаки нереален. Он был моей маской, чтобы я могла смотреться в зеркало. Ее переводят в больницу средней строгости. Там же она знакомится с шизофреником Майклом, матерью убившей ребенка и на этой почве сошедшей с ума Мадлен, Клэр. А она зарезала всю свою семью. Я должна знать, что с ней не так. А зачем ты подожгла свой дом? И за всеми ними, включая Нику, следит и лечит доктор Фоули. На одном из собраний Фоули в качестве терапии приносит куклу Чаки. Ника говорит, что кукла ее не особо парит, а Мадлен принимает Чаки за своего ребенка и забирает его себе. Далее навстречу к Нике приезжает Тиффани, представившись опекуном Элис. И говорит, что Элис не справилась с горем и умерла. Также она передает Нике, якобы от Элис, еще одного Чаки, который чуть позже пробуждается и убивает одну пациентку, оставив послание для Нике. Опустим момент с камерами наблюдения. Энди смотрит запись того, как он пытался доказать Фоули, что Чаки живой, чтобы освободить Нику. Но тот ему не поверил. На следующем собрании присутствуют уже две куклы. А до Нике доходит, кто такая опекун Тиффани. И Ника хочет доказательств того, что игрушка только игрушка. Для этого Фоули поджигает кукле руку. Тот никак не реагирует. Вторую игрушку проверить не удается, так как Мадлен ее уносит погулять на улице. Клэр тем временем хочет выкинуть первую игрушку, но тот ее кусает. После чего она понимает, что Чаки живой. Доктор ей, конечно же, не верит, думая, что она сама себя покусала. И отправляет ее на отдых под лекарствами. Там Чаки от нее и избавляется. А мы возвращаемся к Мадлен, которая на улице выбрасывает игрушку в могилу. После чего к ней присоединяется Майкл, которого она сталкивает туда же. И он достает Чаки из могилы, намекая, что он теперь Чаки. Сразу обрубим эту сюжетку. Нет, он не Чаки. Хотя и хочет им быть. Но нет, он просто Ширс, которого в конце убьют. Энди узнает, что в больнице есть еще Чаки, при том, что первородные у него. После чего он берет с собой еще одну игрушку, в которой он спрятал ствол. И отправляется к Никит, до которой также доходит, что сразу несколько Чаки живые. И нам показывают, как Чаки оживляют вторую игрушку. А доктор Фоули тем временем, скорее всего, уже не первый раз, домогается до Ники, пока та под гипнозом. Но на этот раз его вырубает Чаки. Вот черт. А больным считает меня. И хочет, чтобы Ника убила доктора. Но та отказывается и вырубается, проснувшись уже в палате. Далее ничего особо важного. Тиффани звонит Энди без особо ценной информации. А у Мэдалин случается приступ, и она душит Чаки. Но не до конца. Люблю обнимашки. Энди добирается до больницы. Но его не пускают, и он врывается силой. После чего его сажают в камеру. А доктору приходит посылка с той самой куклой, что брал с собой Энди. Ночью Чаки убивает Мэдалин. Будет больно? Я постараюсь. После чего доктор снова домогается Нике. И Чаки снова его вырубает. Я в восторге от этого парня. Не знаю, убить его или записывать за ним. Снова желая, чтобы Ника его убила. Но та вновь отказывает. Я не убийца. Пока нет. Оба Чаки собираются вместе и оживляют третьего. Чаки рассказывает, что пару лет назад нашел новое Буду заклятие. Благодаря которому он может помещать, копируя свою душу, в любой предмет. Я могу быть собой. Или мной. Или мной. Кем или чем угодно, лишь бы были ноги и рука с ножом. Например, Элис. Собрание Чаки убивает санитара. Тиффани тем временем ждет возле входа и убивает охранника. Чаки проводит ритуал. И на этот раз ему никто не мешает и он вселяется в тело Ники. После чего убивает доктора и покидает больницу, заглянув к Энди. Убьешь меня, убьешь ее. А сам Энди не успевает выбраться и остается в камере. После выхода Чаки в теле Ники встречает Тиффани. И они вместе с живой куклой Тиффани уезжают. И после титров в голове оригинального Чаки наведывается Кайл. Конец. Кайл? Меня прислал Энди. Сейчас повеселимся. Ну а теперь моя теория. И она такова. Чаки действительно переместил свою душу в Элис. При этом он уже в теле Элис пару лет назад нашел заклинание и оживил еще одну куклу. И также в теле Элис он скопировал душу обратно в оригинальную игрушку. Которая и отправилась к Энди. Но при этом тело Элис с душой Чаки кто-то убил. Ну а душу Элис он перенес в куклу Тиффани. Правда пока непонятно для чего. Ну а теперь вкратце поговорим о сериале. Вкратце потому что у него пока что вышло только три серии. Чаки. С момента последних событий прошло пока что неизвестно сколько времени. Обычный паренек Джейк на гаражной барахолке для своих поделок покупает куклу Чаки. Непонятно как там появившуюся. Что само собой в дальнейшем внесет небольшой кипиш в его жизнь. Но на самом деле и без этого его жизнь сложно назвать сладкой. С одной стороны в школе его постоянно донимает немезида Лекси. А с другой стороны дома его лупасит отец. Но все меняется когда Чаки берет ситуацию под свой контроль. Во-первых он публично унижает Лекси. Чем заслуживает любовь ее сестры. А во-вторых Чаки убивает отца Джейка. После чего Джейк переезжает к семье своего недодруга. А по совместительству парню Лекси. И само собой Чаки переезжает вместе с ним. Итак у руля сериала вновь Дон Мончини. А в продюсерском кресле Дэвид Киршнер. Оба стоявшие за созданием оригинальной вселенной Чаки. И это заметно. Также заметно что сериал связан с прошлыми фильмами. Да не зная оригинальных фильмов его тоже можно начать смотреть. Но при этом некоторые моменты могут потеряться. У меня ребенок квир. У тебя ребенок? Без гендера. А на минуточку в сериале хоть еще и не появились. Но согласно Википедии должны появиться. Энди в исполнении все того же Алекса Винсента. Тиффани. Кайл. Ника. Кукла Элис. И даже Гленна Гленда. Поэтому матчасть знать если не обязательно. То очень даже желательно. На самом деле включив сериал. Я почему-то думал что меня будут ждать очередные очень странные дела. Только теперь с Чаки. И поначалу так и кажется что детишки сейчас объединятся в группу. И будут биться с Чаки. Но по крайней мере пока что нет. Все идет немного по другому сценарию. К слову про кроссоверы. У Чаки должен был состояться кроссовер в духе Фредди против Джейсона. Также с Фредди. А называться он должен был детские игры на улице Вязов. И отсылку на Фредди можно заметить в начале невесты Чаки. А еще отсылку на Майкла Майерса. Но его к моему огромному сожалению отменили. Спустя пару серий я заметил что сериал очень по духу и тону похож на Ключи Локков. Такой же темный, мрачный, местами забавный. Но с большей жестокостью. Но если сравнивать сериал с его киновселенной. То он очень похож на слияние оригинальных детских игр и последних двух фильмов. Вот чего я пока не особо понял, это почему Чаки защищает Мальца. Вроде с выпиливанием детей у него особых проблем нет. Вспомнить хотя бы третью часть. Пока что я могу это объяснить только тем, что уже было в последнем фильме. Чаки давит на Мальца и хочет сделать из него убийцу. Как когда-то это было с Никой. Что касательно минусов, то как таковых особых я не заметил. И смотрел все серии просто на одном дыхании. Разве что меня немного смущало, когда дети, именно что дети 14, 15 и 16 лет, разговаривали о своей половой гендерной принадлежности. Но для меня это не было чем-то настолько отталкивающим, чтобы сериал мне перестал нравиться. По крайней мере его первой серии. Хотя если у вас к этому какая-то нетерпимость, то мой вам совет, даже не начинайте смотреть. Иначе триггер вы словите прямо с первой серии. А вот к отдельным плюсам сериала можно отнести то, что нам наконец-то показывают взросление Чарльза. И как я понимаю, в дальнейшем нам покажут путь его становления как убийцы. Ну и как финал, я бы хотел сказать лично от себя, что я думаю обо всех этих фильмах и начале сериала. Без сарказма и без иронии. Несмотря на очевидные глупости этой вселенной, её трэшовость, упоротость и какие-то сюжетные дыры, я ей восхищаюсь. Вы только представьте, это франшиза. Даже нет, франшиза звучит слишком по-коммерчески. История. Эта история живёт вот уже 32 года. При том, что её нельзя назвать особо кассовой. Разве что за исключением первого фильма. Эта история всё ещё живёт благодаря любви фанатов. А самое главное, любви и энтузиазму создателей и актёров. Которые продолжают нас радовать своими образами, без рекастов. Вот уже на протяжении стольких лет. И я могу сказать, по крайней мере лично от себя так. Куклу Аннабель забудут. Про куклу Роберта многие даже не узнают. Но вот образ серийного маньяка в теле куклы хорошего парня с ножом будет с нами, если и не вечно, то ещё очень и очень долго. Ну а на этом у нас всё. И всем большущее спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал и ставьте лайк. И не забывайте про конкурс. Считайте чаки. Ну а в описании для вас я оставлю ссылки, по которым вы при желании можете поддержать канал. Также я оставлю основную информацию о фильмах и сериале. А ещё ссылки на мой инстаграм и группу ВК, в которой мы выкладываем различные новости кино и сериалов. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И увидимся в следующей серии. Пока. Как кукла, я чертовски знаменит. Я, между прочим, один из величайших потрошителей в истории. И меня это устраивает. Продолжение следует...